Девушки отдыхают Давай дружить! Мы продолжаем учить иностранный жестовый язык. В прошлых выпусках мы с вами узнали много английских слов, запомнили жесты, научились задавать вопросы и составлять предложения. Сегодня мы узнаем, как называются животные на английском языке. Животные бывают дикие и домашние. Диких животных англичане называют wild animals, а вот домашние делят еще на две категории. Farm animals – это животные, которые приносят человеку пользу. Например, коровы, лошади, овцы и pets – это домашние любимцы – собаки, кошки, хомячки. Начнем, пожалуй, с питомцев. Самые верные наши друзья – собака, dog и кошка, cat. Dog – это взрослая собака, а вот папе еще маленький щенок. Котенок по-английски будет kitten. Dog, puppy, cat, kitten. Запомним название еще трех домашних любимцев. Хомяк, хамстер, кролик, реббит и попугай – перрот. Давайте еще раз. Хамстер, реббит, перрот. Повторим всех питомцев вместе со мной. Dog, cat, хамстер, реббит, перрот. They are pets. Они – домашние любимцы. Для того, чтобы сказать, кто у вас есть, вспоминаем слово have из прошлого урока. Например, I have a dog. Its name is... Лада. У меня есть собака. Ее имя – Лада. It's white and black. Она черно-белая. Its eyes are brown. Ее глаза коричневые. Теперь перейдем к farm animals. Корова по-английски будет cow. Лошадь – horse. Овечка – sheep. А свинья – pig. Давайте вместе еще раз. Cow – horse. Sheep – pig. They are farm animals. Они – домашние животные. Давайте еще запомним названия птиц, которые тоже приносят нам много пользы. Несут яйца. Курица по-английски будет chicken. Гусь – гус. А утка – дак. Чикен – гус. Гусь – дак. Переходим к диким животным. Один из самых больших зверей во всем мире. Слон. Элефант. Биг элефант. Большой слон. А самый маленький зверек – мышка. Маус. Литл маус. Маленькая мышь. Мощный и сильный медведь. Брэр. Они бывают белые и коричневые. Уайт бэр. Белый медведь. Браун бэр. Коричневый. И еще раз. Элефант. Маус. Бэр. Крупные хищники. Тигр. Тайгер. И лев. Лайн. И еще один опасный хищник. Крокодил. Крокодил. Грин. Крокодил. Зеленый крокодил. Давайте еще выучим лису. Фокс. И волка. Вулф. Грей. Волф. Серый волк. Ред. Фокс. Рыжая. Лиса. Обратили внимание? В английском языке, когда говорят про рыжих животных, употребляют слово red. Рыжая собака, например, будет red dog. Повторим вместе. Тайгер. Лайн. Крокодил. Фокс. Вулф. Давайте еще запомним высокого жирафа. Джираф. И смешную обезьянку. Манкий. Фанни. Манкий. Забавная обезьянка. Черепаха будет тортоис. Слоу тортоис. Медленная черепаха. Повторим всех животных вместе. Элефант. Маус. Беа. Тайгер. Лайн. Крокодил. Фокс. Вулф. Джираф. Манкей. Тортоис. Веа. Вайлд. Анималс. И раз уж мы заговорили про прилагательные, давайте выучим еще парочку. Кьют. Милый. Например. Кьют. Рэббит. Милый. Кролик. Быстрый по-английски будет. Фаст. Фаст. Хорс. Быстрая. Лошадь. Пушистый. Флаффи. Флаффи. Кэт. Пушистая. Кошка. Умный по-английски будет. Клеве. Клеве. Док. Умный. Пес. Давайте повторим все прилагательные. Биг. Смол. Фанни. Фаст. Слоу. Кьют. Флаффи. Клеве. Животный мир большой и многообразный. Помимо зверей, на нашей планете есть еще птицы и насекомые. Птичка по-английски будет. Bird. А жук. Bug. А прекрасная бабочка. Butterfly. Повторяйте вместе со мной. Bird. Bug. Butterfly. Друзья, давайте повторим всех животных еще раз. Pets. Dog. Cat. Hamster. Rabbit. Parrot. Farm animals. Cow. Horse. Ship. Pig. Chicken. Goose. Duck. Wild animals. Elephant. Mouse. Bear. Tiger. Lion. Crocodile. Fox. Wolf. Giraffe. Monkey. Tortoise. Bird. Bug. Butterfly. Всех животных запомнили? Да, простые жесты. Отлично. Сейчас мы это проверим. Давайте поиграем. Один из вас загадывает животное и показывает его характер и поведение. А мы с вами угадываем. Только одно правило. Все догадки нужно говорить на Амслине. Кто первый? Я. Давай. Fox. Хамстер. А. Dog. Monkey. Cat. Tiger. Нет. А. Lion. Да. Да. Отлично. Весело поиграли. Вы молодцы. Все животных запомнили. А теперь расскажите мне, есть ли у вас домашние питомцы и какие они? I have a hamster. It is white. It is two years old. I have a cat. It is black and white. Молодцы. А у тебя кто есть? Это очень здорово, что у вас есть домашние животные и что вы их очень любите. Друзья, попробуйте и вы рассказать на Амслине о своих домашних питомцах или о любом животном, которые вам нравятся. В следующих выпусках мы с вами продолжим изучать иностранные жестовые языки и узнаем много нового. До встречи. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok